Привет, дорогие друзья! С вами Макс Вайсман. И хотелось бы поговорить о здравоохранении, о том, как в нашей стране развивается вот эта вот отрасль очень нужная. Новость такая, странная несколько. В регионах, где были построены перинатальные центры, выросла младенческая смертность. Рост младенческой смертности в регионах, где были построены перинатальные центры, которые, по идее, должны были бороться с младенческой смертностью, а получилось как-то наоборот. Это требует дополнительного анализа со стороны Министерства здравоохранения, так говорят наши ответственные чиновники. Также ранее говорилось, что правительство рассчитывает понизить уровень смертности в России, и именно для этих целей были вложены огромные средства в создание вот этих вот перинатальных центров. Другой интересной новостью, но правда на этот раз она не парадоксальная, является то, что в Забайкальском селе пациентов лечила уборщица, пока фельдшер была в отпуске. Уборщица делала уколы, жители села обратились в прокуратуру в начале сентября, когда уборщица стала их перевязывать и уколы им делать. Ну, видимо, они знали, что она уборщица и не очень хорошо к этому отнеслись. Ну, видимо, у этой женщины, может быть, дети были, она имеет соответствующий опыт, практику. Ну, теорию она, конечно же, не знает, но с практикой, я думаю, многие из нас тоже могли бы справиться. Я, например, тоже умею делать уколы. В общем, прокуратура занялась этими обращениями, они собрали совещание, решили привлечь заместителя главврача к дисциплинарной ответственности. Также больница составит график и будет по нему отправлять медработников в село, пока фельдшер не выйдет из отпуска. Как уточнил прокурор района, надзорное ведомство будет добиваться для заместителя главврача более строгое наказание. Ну, слава богу, хотя бы уборщице не грозит никакое наказание. Я бы, например, выписал бы ей премию. Какие-то же проблемы. Она решила, что-то же она сделала для этой облздраворганизации. Еще одна новость, но на этот раз тоже, кстати, странная. Из мира отечественной медицины эта новость поступила из Самары. В Самаре анестезиолога будут судить за изнасилование пациентки, которая была под наркозом. Подозреваемый признал вину в совершении преступлений, насильственные действия сексуального характера. Собранная по делу доказательная база с утвержденными обвинительными заключениями направлена в федеральный суд для рассмотрения по существу. Ну, что тут скажешь. Представляете, учился человек 7 лет на доктора. Тут раз пациентка. И он раз и перечеркнул 7 лет своего такого вот обучения. Парадоксально и странно, согласитесь. Ну, что касается насильственных действий, то я вообще не согласен. Насилие это когда она говорит нет, а несмотря на это, ее все равно заставляют делать, что она не хочет. Вот это насилие. В данной ситуации, конечно же, насилия не было. Но действия сексуального характера, конечно же, было. Я считаю, что за такое, конечно же, нужно наказывать, но не садить за это в тюрьму, безусловно, а просто заставлять платить какой-то штраф, может быть, 2-3 месячные зарплаты, чтоб неповадно было. Дело в том, что это нерационально. Государство заплатило, потратило огромное количество средств, чтобы обучить этого человека тому делу, которым он занимается. Врач-анестезиолог. Этот врач, я уж не знаю почему, повел себя, ну, неадекватно, ни врачебной этике, ни вообще какой бы то ни было этики. И, в общем-то, сделал то, что не нужно было делать. Сейчас государство его посадит в тюрьму, и там опять будет тратить средства на его содержание. А вместо этого врача-анестезиолога на своем рабочем месте не будет. Они уборщицу из Забайкальского края вызовут на эту должность. Вот, для меня вот этот вопрос остается загадкой. Ну, оступился доктор. Я не буду говорить, с кем не бывает. Такое, вообще, наверное, редко бывает. Ну, бывает, да, оступился. Надо как-то, конечно, что-то с этим сделать, каким-то образом наказать обязательно. Но не тюрьмой, я думаю, потому что я не вижу вот здесь такого опасного для общества злодеяния, за которое надо садить, честно признаться. За такое, я считаю, нужно наказывать деньгами, обязательными работами, ну, чем-то таким. Иначе, а где мы врачей-анестезиологов-то наберем? Ну, и денек сегодня выдался у отечественной медицины. Не пожелаешь и врагу такого денька, уважаемая уборщица. Вам большой респект. Вы закрыли с собой, как амбразуру в свое время. Вы молодец. Всем всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!